Совсем недавно мы ездили в Дагестан. Это топовая республика со своей природой, со своей красотой, с ее потрясающими людьми и народами. Республика Дагестан это настолько наикрутейшая республика, где собрано абсолютно все. Высоченные горы, каньоны, реки, водопады и даже море. В Дагестан мы поехали с детьми на своей машине и сразу решили, что мы там не будем снимать жилье. Представляете, у многих есть убеждение такое, как опасный Дагестан. Так вот, с этим путешествием мы показали, что он вообще не опасный. Но нам было сложно. Почему? Потому что про Дагестан мы не знали ничего. Где ночевать, где набирать воду, как проехать получше, какие там дороги, где покушать так, чтобы потом выхватить проблем и не заболеть. Перед поездкой было куча вопросов, которые мы решали в дальнейшем. И мы их решили и упаковали в свой авторский гайд, который вы можете смело приобретать. Цена всего лишь 490 рублей. И я вам так скажу, что это не просто гайд, какое-то руководство, либо какие-то там какие-то советы. Нет, ребят. Это полноценный ваш путеводитель, который вы приобретаете, изучаете, нажимаете кнопку, все прогружается в ваш навигатор, и вы просто отправляетесь в путешествие по горному Дагестану. Представляете? Вам не нужно ничего искать, не решать никаких вопросов. Вы просто его приобретаете и берете с собой. Там есть все. Советы, рекомендации, лайфхаки, стоянки, магазины, кафе, рестораны, каньоны, дикие места. Короче, там есть все абсолютно и даже маршрут. Да-да, это наш маршрут. Никакой информации, взятой из интернета. Это наш опыт, наш маршрут. Берите гайд, изучайте и отправляйтесь по нашему маршруту в горный Дагестан. Приятного путешествия. Перед тем, как выехать, из двора нужно заправить баки. Все баки технической воды я уже заправил. Осталось только бак с питьевой водой. Теперь самое основное мы ставим вот так вот, как ориентир. Ехать нам 12 часов 829 километров. Сразу забегая вперед скажу, что мы сегодня до Дагестана не доедем. Мы будем где-то обязательно ночевать в каком-нибудь красивом месте. Мы сейчас едем в Магнит, а потом будем вставать на ночевку. Я, честно говоря, не знаю, как меня видно или не видно. Это самолеты летают. Мы здесь недалеко у реки. На самом деле так быстро здесь стемнело. Кто отправляется на юг, вот так вот встаете в диких местах, обязательно вставайте засветло, потому что вот сейчас мгновенно стемнело, пока в магазин заходили, и все. А в темноте раскладываться это еще то удовольствие. Мы сейчас кушаем, а утром уже посмотрим, где мы встали. Мы постелились. Вот так вот. На самом деле темнота. Ничего толком не видно. Мы сидим. Ну вот и утречко. Мы проснулись. Смотрите. Вот с таким вот. видом на горы. Сейчас умываемся, завтракаем и отправляемся в путь. Мы вообще четко разместились. Мы даже достали сушилку и досушиваем то, что не досохло в Краснодаре, потому что там была пасмурная погода. А здесь ядреное солнце и должно все досохнуть. Все. Собрались. Закрываем багажник. Ехали мы, значит, ехали по Осетии. И тут в голову прилетает у меня мысля, блин, как же не купить осетинский пирог. Смотрите, все готово. Они, они гигантские. Вот наш стол. Видите? И вот пироги. Верхние это с сыром, снизу это с мясом. Ну как здесь проезжать и не попробовать осетинских пирогов? Ну что, барабанная дробь. Барабанная дробь. Едем 40 километров. А все потому, что мы заезжаем в республику Дагестан. Ребята. Ну что, вот мы и в Дагестане добрались. Наконец-то. Вы просто посмотрите. Лада, 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 Приора, Приора, Лада, Калина, Калина, Приора. Опять мы припозднились. Ехать нам еще 45 минут. Навигатор показывает. Уже солнышко село. Опять будем раскладываться ночью. Время 18.37. Прикиньте, на улице просто ничего не видно. Я даже не понимаю, куда ехать, учитывая, что здесь... Мы вчера ночью приехали и вообще не видели, что за вид и с каким видом мы стоим. В общем, смотрите. Опускаем шторку и получаем вот такую красоту. нереально. В срочном порядке собираемся, потому что мы хотим успеть на Сулакс Каньон, когда там еще мало людно. мы добрались до Сулакс Каньона. Уже вот здесь вот открываются шикарные виды. Вообще, Сулакс Каньон является, ну, так сказать, топовой, самой топовой достопримечательностью здесь, в Дагестане. Его посещают все. Здесь вот видели. Вообще, спокойно можно переночевать, проснуться вот с таким вот красивым видом. Закат, рассвет. Сулакс Каньон. Сулакс Каньон. Сулакс Каньон. Сулакс Каньон. Сулакс Каньон. Ага. Вот так вот. Вы видите, вот говяжий бульон, на чем, собственно, мясо варили. Вход сейчас идет в чай и чуду. Настенка, пробуй. Как? С таким шикарным видом. Вкусно? Угу. Сладкое? Или соленое? Нет, оно такое, как овощное, как, знаешь, как кабачковая икра. Ну, только тыквенная икра. Короче, понятно. С луком, потому что зажаренная. Кабачковая икра в лепешке. Любимой рубрики не получилось, ну, типа, показать счет, сколько, а что, по ценам. Все вместе, вот это у нас вышло 1800. Они здесь не будут, никакие чеки. На бумажке записал блокнот, он ко мне подошел, говорит, счет можно? Он говорит, да. В блокноте перечислил еще раз, посчитал, что стоит, и говорит, у вас 1800. В Дагестане вообще классно, потому что очень удобно. Ты просто пришел, карту достал, карту не применили, просто перевел по номеру телефона, и все. Максимально удобно. Ну, в кавычках. А сейчас мы поедем на вот это водохранилище. По пути, наверное, вот это водохранилище есть еще одно замечательное место, называется Язык Тролля. Оно, конечно, тоже излюблено вообще всеми туристами. Просто невероятно. Высота, жесть. Вообще страшно. Это нереальная красота. Я бы сюда еще вернулся, когда никого уже нет. Вот, знаете, такое уединение поймать. Мы решили, что нужно исполнить еще одну мечту. И мы отправляемся на катере по Сулакскому каньону. Сулакскому каньону. Это просто отвал в башку. Дорога сюда это что-то отдельное, это что-то нечто. Она разделяется на красивую, которая в начале вдоль каньона. А вторая дорога это вот здесь в селе. Поедете сюда на своей машине, ну, я не знаю. это, конечно, ну, я бы и не поехал, потому что я столько нервов здесь оставлю, потому что буду переживать. Вот. А так решайте сами. По мне так лучше вот с кем-то скарифаниться и доехать. Тем более, стоит это не прям как бы здорово. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» приехали домой. Отдыхаем, переодеваемся и идем пить вино, если оно здесь есть. Если нет, будем кушать дагестанской еды. Посмотрите, какой прекрасный вид. Вот вообще классно. Нам дали столик, просто великолепный. Река Сувак гоняет корабли. Вот здесь вот наша мечта. Это Барнхаусы. Конечно, очень мечтаем о таком доме. Бьем безалкогольную Изабеллу. Пока я все делаю, стелюсь, Мирошка по кругу наяривает. Да. Вот такие виды у нас. Парковочка, друзья, 100 рублей всего лишь в сутки. Утро начинается не с кофе, а со сбора нашего домика, чтобы превратить его в машину. Мы хотим переместиться повыше в горы, туда, в сторону Фолокского каньона. Мы хотим помыться, хотим отдохнуть. Там есть интернет, есть вода, куча, короче, таких бытовых каких-то моментов, которые мы хотим решить. Я пока собирался, детей попросил о помощи. Видите, все собрал. Вот, а они идут. Молодцы, помыли посудку. Проверь. О, нифига, вон уж блестит, видите-ка, вот так вот. Вот она, вала в жизнь. Короче, здесь можно остановиться, можно просто помыться, например. А мы пока просто помоемся, у них покушаем. Посмотрите, какая красота у нас здесь, в горах. Вот такой вот завтрак, яичница, огурчики, помидорчики, вот такие прекрасные лепешки. Видите, какие аппетитные. Смотрите, какая красота. С Мирошечкой мы собрали свой стульчик, вот так вот, видите, парковочка. Там вид прекраснейший. Будем кушать. Вот так вот, такой на завтрак. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Сюда приехало огромное количество туристов. Видите, вон автобусами все занято, сюда приезжают, кушают. Но здесь действительно по-настоящему вкусно. Вот еще автобус едет, и мы решили отсюда отправиться дальше. Мы здесь в Дубках заехали в магазин, вообще вот просто вот так вот выглядит, типа гастроном, чисто сельский магаз. Мы купили два пакета. Так, давайте по ценам я вам покажу, что купили вот в том магазине. Вот это вот, 70 рублей, груши по 100, помидоры тоже по 100, молоко тоже по 100, бумага неизвестная, макароны 70, огурцы по 100, баллончик по 100, овсянка неизвестна, влажные салфетки, огромная пачка 120 рублей, памперсы 5 штук, 100 рублей. Да-да, в этом магазине памперсы были только по штучному. И еще лаваш, который радиончик по пути сгрыз. И чуть не забыл, доместос, 130 рублей. Нам нужно слить унитаз, промыть его, купили специально доместос, заново его заправить. Вот, и здесь на мойке как раз есть туалет. Теперь берем доместос, наливаем его туда. Отличная дезинфекция. Ну, а теперь берем синее средство и заливаем в нижний бутон. Баки утром наполняли, пока ездили, вода кипиток, вот прям горячая, даже можно не слегка разбавить холодной водой. Покупали сегодня еще груши, обалденные. Ну, и кто попал впервые в наш канал, с собой возим вот такой стул. Идеальное решение вообще для путешествий. Да, вкусно. Теперь вход пошли сливы. Ну, и как вы могли заметить, мы вернулись на эту же парковку, на которую уже пару ночей мы точно ночуем. На самом деле, просто место топчика. Здесь есть абсолютно все, что нам нужно для жизни. Доброе утро, наши дорогие зрители. Нас ждет сегодня дорога. Много красоты в дороге, потому что каждая дорога здесь, она настолько красивая, что отчасти даже гораздо красивее, чем сама достопримечательность. Мы сейчас завтракаем, собираемся и в путь. Выезжаем. А вот здесь есть табличка. Гимринский автотуннель введен в эксплуатацию в 2012 году. Длина 4304 метра. Вот так вот. Поехали. Ни хрена в какую мы красоту попадаем. Прикиньте? Решили мы все-таки остановиться здесь немножко, так сказать, передохнуть, размяться. Называется это Гимринская башня или Гимринская, как правильно, не знаю. Вокруг такие серьезные скалы высоченные. И, конечно, когда смотришь, удивляют вообще человеческие возможности, что вот на такую высоту, видите, завезли вот эти металлические столбы, электричество протянуто. Смотрите, какой сырок. С абрикосом. С абрикосом. С абрикосом давайте полочки сабрикосом. Настенька давно хотела сыр. Давай хлебушек один. Сыра кусочек, пожалуйста. Видите, прям здесь все печется в пичечку. Как вкусненько. Берем сыр, помидор и хлеб. Сыр прямо именно с салатом. Это моя мечта сегодня была позавтра. Едешь и по этой дороге, и виды открываются вообще просто. Я не знаю, как будто ты попал на какую-то другую планету. Эти водохранилища, эти высоченные горы. гляньте, как атмосферно. мы так прикольно идем просто за детьми. Я бы даже сам не нашел никогда, что это и где. Ну, пускай меня. добро пожаловать пускай пускай по пути на водопад с таким прекрасным видом мы остановились в кафе на стенке принесли хинкал. Это хинкал кумыкский. Тонкое тесто, кусок мяса, соус и бульон. А это принесли курзе с мясом. Это типа пельмешки, только курзе. вот такой вот формы с домашней сметаной и большие порции. Повторяем вкусно. Да. Это мальчишкам пюре котлетов порция просто огромнейшая. Вкусно тяга котлетов. Сытые довольные традиционно. Отправляемся дальше. мы приехали на Тобот. Это прям Тобот топовый водопад здесь в Дагестане. Самый большой в России. Смотрите. именно здесь сегодня мы заночуем вот с такими вот шикарными видами поставили нашу курсовую лампу и вот так вот ужинаем доедаем все булки которые сегодня купили и отправляемся спать. вода подает в Дагестане есть кайф того что с водой нет никаких проблем везде стоят такие крантики и вода здесь родниковая Мы сейчас едем в место, которое очень захватывающее. Да, дорога сюда живописная, только не от слова «красиво», а от слова «животное». Потрясающе. Пусть лицов Илья Геннадьевич погиб здесь на 23 августа 2021 года, спасает детей и женщин из селевого потока. За отвагу мы награжден медалью за спасение погибших посмертно. Я не знаю, это просто такая сумасшедшая локация, которую я рекомендую посетить обязательно. Только в сухую погоду, даже если вы приезжаете в Дагестан на один день, просто сюда. Вы с ума здесь сойдете, вот серьезно, это невероятно. Сейчас поедим фруктов и отправимся дальше. Приехали мы на Салтинские водопады. Мы забрались наверх, это село Салта. Так, мы будем подниматься. Здесь, смотрите, вот такие вот натянутые троса, потому что по-другому не поднимешься. Ну как же я Миронечку не покажу этот водопад? А говорил, не пройдем. Как итог, место вообще прекрасное, прям вот такое. Но не хватило мощности водопада. В общем, мы сейчас уедем дальше искать ночевку и попозже посмотрим, где мы встанем. Мы приехали на ночевку, посмотрите, с каким видом мы будем стоять. Тут горы, тут наш бусик. А сейчас нам нужно будет расстелиться. Для тех, кто впервые попал на наш канал, я покажу, как мы расстелаемся, во что превращается наша машина внутри и как там комфортно. У нас машина Мульти Ван, а это значит, что в салоне есть стол, два поворотных кресла. И это классная опция. Давай, прыгай, прыгай, ну прыгай. Ну, я скажу, я два прогоняюсь. Иди ко мне. Ну-ка, посиди у нас. Ну, здесь только повозьмирают. Кстати, вот, собственно, давайте покажу, как мы расположились. Ну, мы, в принципе, делаем, в принципе, всегда коляску наперед убираем. Второе автокресло тоже наперед. Здесь у нас висит ширма. Здесь у нас на каждом стекле шторочки. Надувной матрасик. Правда, он очень толстый. Хотелось бы какой-нибудь такой биотуалет, чемодан. Биотуалет вечером отодвигаю. Вчера догнал до этой темы. Ставлю сюда компьютер и работаю. У меня здесь получается такой классный офис, очень-очень удобный. Так, новые жители у нас тут. Встание, проснулись с потрясающим видом. И спали мы весь в день с кошкой. Всю ночь, сыночек. Посмотрите, какой у нас шикарный вид из машины. Это село Гуниб, горное село. Я хочу сказать, что это одна из самых прекраснейших ночевок, потому что мы здесь вообще совершенно одни. Ну, в принципе, мы на Сулахском были-то одни, но тем не менее, здесь мы прям вот в такой прям природе, знаете, в окружении вот так вот гор. Одни мы. Здесь воздух потрясающий. Ну, плюс, естественно, вот этот вид шикарный на Гуниб. Сейчас умоемся, зарядочку сделаем, приготовим завтрак и отправимся в село, в котором уже никто не живет. Немного бытовухи вам. У нас закончилась вода в баке. Сейчас заправим бак, чтобы умыться. Я не могу от этого вида. Такое наслаждение испытываю. Еще с утречка нужно слить нижний бачок. Здесь в Дагестане классно, что повсюду стоят туалеты. Деревянные, но они вообще есть везде. И с водой нет проблем, и со сливом туалетов тоже нет проблем. Так, ну и, собственно, все. Контрольный слив. Чтобы вода подкачалась. Отправляемся, ехать нам минут, наверное, 40. Смотрите, как красиво. Вроде два одинаковых дерева. Одно ярко-желтое, другое ярко-зеленое. Вглубляемся туда, в сторону Чоха, и дорога хуже. В некоторых местах разъезжаешься именно так, что приходится останавливаться. Цена смешная. 100 рублей с человеком. Поэтому мы решили выкупить весь УАЗик. Это нам обойдется всего лишь в 500 рублей туда, в 500 рублей обратно. Вот. Выдвигаемся. Слушайте, невероятная красота. Он, конечно, разрушается. Скоро его не будет, так говорят местные. Но, как говорится, время покажет. Вот здесь есть табличка. Добро пожаловать в историческое село Гамсутль. Вот здесь как раз висит табличка о том, что здесь жил последний житель села Гамсутль. Абдул-Жалил Ибрагимович. Вот. Рожден 25 августа 59 года. И умер он 3 апреля 15 года. Вот. 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 Абдул-Жалил Ибрагимович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ну вот и все. Поедем дальше куда-нибудь. Фу, устали, конечно, мы очень. Кто здесь не был, обязательно приезжайте. И, естественно, я вам рекомендую купить наш авторский гайд по Дагестану. Ссылочка есть в описании. Все, мы с вами прощаемся. Увидимся в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok